здравствуйте дорогие друзья и гости моего канала сад чудес вновь на даче у нас сегодня исключительно теплый день солнышком сейчас вот 10 час утра красота сегодня тепло и кажется не будет дождя и я решила еще раз опрыснуть бордовской жидкостью потому что думаю что предыдущий раз когда я попрыскала все смыл дождик я собрала баллончик сделала ее погуще и опрыскиваю обработку дважды провожу потому что да очень у нас сыра дожди каждый день и поэтому я не знаю что от моего опрыскивания осталось на розочках поэтому думаю не помешает если я опрыскаю еще один разочек потому что вот сегодня ведь какое небо облачное дождь нарисован две капельки но вчера была нарисована но вчера не было сегодня решила рискнуть опрыснуть бордовской жидкостью фрезия цветет какая красавица я уже побрызгала бордовской жидкостью видите листочки все береги но красивая очень красиво красивые по точке хотя осень так не хочется их обрезать но придется но я посмотрела по прогнозу у нас еще и ноябрь будет теплой поэтому розы еще укладывать у нас рано вот все розочки я обработала бордовской жидкостью ну это наверное последнее что я сделала для обработки розочка рафс серии все пытается пытается расцвести но никак не может у нее все лепесточки резные когда распускается очень красивая но вероятно она любит тепло и в таком холоде не хочет распускаться ну она у меня первый год на второй год посмотрим стала розы под розами полоть и посмотрите какую дырку обнаружила но это явно не мышка конечно и не крот крот делает холмик это какая-то подземная крыса или слепыш вот купила березовая дёготь раньше я мазью вишневского спасалась а теперь вот березовый дёгот стала покупать чтобы отпугнуть их конечно они не погибнут и ничего просто отпугнут и этим ходом не будут ходить смачиваю тряпочку и кладу в эту норку подальше туда положила и закопаю в этом году конечно я мало березовым дёгтем пользовалась прошлом году больше они мунки у меня всех цветов красненькая довольно таки такая крупная смотрите вот какая крупная с моей рукой розовенькая здесь такие крупненькие есть махровенькие обязательно выкопать потому что вот так получается что когда я выкапываю не все выкапываются и остается что-то в земле они цветут плохо недружно не такие сильные цветочки когда выкапываешь конечно они сильнее и вот сейчас магазинах продают очень много анимон если вы покупаете то заверните их какую-то бумагу я в газету заворачиваю и в холодильник на дверку холодильника кладу и так будет до мая месяца пробовала осенью сажать но осенью у меня тоже не получилось некоторые вымерзли лучшим мне не понравилось осенью сажать я сажаю весной и держу их в холодильнике красавицы анимонки у меня есть видео где я рассказываю как я их сажаю как я храню в холодильнике еще цветет но уже пришла пора выкапывать я выкопала эти какие клубеньки вот если их посушу помою посушу и уберу в холодильник до весны а весь процесс как дальше у меня есть снятое видео хоризонтемка позднее распускается когда совсем распускает у нее такие большие цветочки конечно но погода стояла холодная и она конечно припозднилась у нас стоит то тепло то холодно но дожди вот третий день сегодня нет дождей а так состояли дожди 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 и все байкашные цветочки приуныли красавицы еще остатки флоксика цветут осенние сейчас я вам покажу хризонтемку желтенькую смотрите какая она маленькая просто шарик красивый осенний шарик красота когда все уже пусто в саду а она цветет так ярко и так красиво ромашки все еще цветут ох как они хорошо цветут веселенькие такое конечно мрачное время когда дожди и холодно эти ромашечки смотрите как красиво большим таким кустиком цветут на зиму укрыла маленькие клематис их под банки а потом еще смотаю лутросилом один клематис второй клематис и вот еще один клематисик я их обрезала еще его не закрыла а это мои маленькие сосенки уходят на зиму большенькой стала вот одна у меня две маленькие а вот это большенькая с остренького перчика сириус хочу собрать семена и посадить их снова феврале он конечно еще тут цвел но и фиолетовый завязывался потом он превращается в бордовый но дома мне его негде хранить и я его оставляю собрала семена вербены первый раз так делаю не знаю получится или нет но все сухие соцветия собрала с кустиков уношу домой просушу а дальше посажу посмотрим может быть и получится то есть всем цветочкам хочется солнышко а у нас в этом году нет солнышка всего доброго пишите ставьте лайки подписывайтесь колокольчиком и я всегда отвечу на все ваши вопросы пока пока пока